здравствуйте уважаемые зрители здравствуйте владыка здравствуйте пуст это время строгих ограничений они касаются не только еды вот говорят что во время поста главное не есть друг друга то есть не ругаться не гневаться друг на друга так ли это я бы сразу небольшую коррективу после это время самоограничений это очень важно то есть каждый человек решает вот принимает он эти ограничения или не принимает масса людей вокруг нас не поститься и не задумывается даже о том что идет великий пост это первое второе вот это вот выражение оно когда-то когда было сказано может быть вполне уместно каком-то каким-то людям или какому-то человеку в определенной ситуации да понятно что если человек поститься внешне но при этом остается таким же злым раздражительным завистливым может накричать нагрубить обидеть человека конечно пуск никакого значения иметь не будет и когда кто-то в сердцах сказал ты лучше ли ты лучше лучше чего только людей не ешь понятно какому-то отдельному человеку в конкретной ситуации это может быть и вполне такое доброе правильное пожелание но эту фразу так часто стали использовать люди да люди которые не хотят поститься но тоже не хотят себя считать православными христианами да и поэтому она приобрела некое такое против как перевертыш такой приобрела противоположный смысл да типа но неважно но постишься не постишься главное быть хорошим человеком это уже не церковное христианство это так просто за все хорошее как что называется поэтому мы к этим словам относимся сдержанно повторюсь они могут быть сказано какому-то человеку потому что конечно же смысл поста отнюдь не в ограничениях в пище в развлечениях там смотрение телевизора в прочих вещах нет пост это прежде всего работа над собой а все ограничения это некие вспомогательные такие вот костыли которые помогают человеку над собой работать но вот есть поговорка хорошее сытое брюхо к учению глухо к молитве но тоже глухо и вообще к добрым делам тоже глухо мы знаем что сытый голодного не разумеет ну и так далее вот такие народные поговорки они очень недалеки от христианства и они говорят о том что по ним можно понять почему церковь устанавливает время воздержания время поста именно для для меня для того чтобы человек имел большую такую способность работать над своим внутренним миром только и всего это самое главное а работа над внутренним миром заключается в том что человек должен бороться со своими страстями грехами немощами падениями и обязательно исторгая из сердца какие-то грехи обязательно стараться насадить туда добродетели то есть если человек завистлив ну по жизни вот он ходит вот и смотрит на люди ему завидно становится вот у этого есть у меня нету вот это купила а я не могу вот и так далее это же постоянное такое вот бывает вот так не только научить себя усилием воли или молитвой или тем и другим вместе не завидовать но надо еще научить гораздо более сложному делу радоваться радости другого человека это вообще это запредельно сложно вот если кто-то попробует вот так вот себя вот в себе в себя смотреться вглубь и начать себя вот этому учить это крайне сложно очень трудно и очень нелегко дается но и если человек допустим угрызается там обижает всех вот надо научиться никого не обижать и самому не обижаться вот тебе обозвали ты благодушствуешь да вот это уже будет результат поста это гораздо важнее чем там ты сбросишь там 10 килограмм или наоборот наберешь на макаронах и картошки еще больше вот поэтому 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 конечно же вот в на внутренняя работа человека над собой это самое главное во время поста вот и безусловно есть никого живых людей ни в коем случае не надо какие все таки ограничения действуют во время поста можно так перечислить ограничение ну мы уже говорили о том что это ограничение в пище исключается пища животного происхождения а допустим если человек не может по состоянию здоровья полностью и полностью и исключить но есть такое такое обычай заключайте то что вам больше всего хочется вот я допустим знаю человек который варенье не ест великим постом когда его очень любит да или там еще сладости какие-то да ну то есть вот обязательно принцип утеснить самого себя мы же как живем мы привыкли удовлетворять свои потребности вот как только они возникли вот захотелось протяну руку да сейчас так можно так многие так получается жить вот захотелось пошел а вот заставив себя воздержаться вот ну и конечно же как я сказал это работа над собой это самое главное вот великим постом это воздержание от пищи это воздержание от каких-то злых дел от зависти ненависти гнева памятозлобе вот это воздержание от воздержание от развлечений в том числе так сказать каких застолий каких-то может быть игр все если человека их любит так что имея занимается там большую часть свободного времени но и так далее есть такое поверье что будут прощены грехи тем кто поститься ну нет конечно же это поведет именно поверье вы знаете вот есть такой рассказ в древнем патерике к одному монаху пришел дьявол или старик вот что такое вот почему вот чего вот у тебя есть того чего у меня нету ты постишься я вообще не ем ты молишься по ночам а я вообще не сплю что такое вот почему то ты вот и я а монах сказал у тебя нет смирения да сказал сказал дьявол этого у меня нет и не может быть и исчез поэтому вот поститься просто вот и думать что ради из-за этого что-то случится со мной хорошее меня грехи простят нет конечно грехи надо грехах надо каяться их надо заглаживать своей жизнью вот с ними надо беспощадно бороться а пост повторюсь лишь только некая такая поддержка человека в его внутреннем делании спасибо владыка пожалуйста до свидания уважаемые зрители от других прихожан храма в честь святителя филарета милостивого их отличает необычная форма одежды форма которую могут носить только сестры милосердия те кто признак состраданию и оказанию помощи нуждающимся людям милосерден образ твой именно с этих слов начинается гимн сестричество и действительно сестра милосердия это не работа это призвание души и внутренняя потребность помогать ближнему здесь просто человек отдает себя на служение людям идет на себя определенное по силам своим послушание кому-то достаточно просто помогать петь в храме кто-то ходит на патронаж к мама с больными детьми кто-то ухаживает за тяжело больными в больнице кто-то только уже все оставил все свои светские обязательства и просто уходит у этой с головой и неимоверно не может с этим насытиться потому что человек нашел себя ежемесячные собрания сестер милосердия проходят в штабе симбирского общества милосердия при комплексном центре социального обслуживания населения исток присутствие иерея Дмитрия Суботина духовника сестричества такие встречи позволяют разрабатывать план работы на ближайшее время рассказать об опыте сестричеств из других городов и рассмотреть новые формы служения у сестер милосердия разное направление это направление социального служения это помощь многодетным малоимущим это гуманитарный склад епархиальный склад благостыния еще есть онлайн склад мама хелп развиваются в ближайшее направление это будет патронажная служба и патронажная служба это помощь тяжелобольным людям а патронажная помощь это помощь детям на дому в Симбирске первые курсы для подготовки сестер милосердия и родных фельдшеров были открыты в 1919 году по инициативе земских врачей это было тяжелое для горожан время спустя почти век на базе медицинского колледжа ульяновского государственного университета была возобновлена подготовка белых голубок для лечебно-профилактических учреждений региона сестра милосердия это программа дополнительного образования православных образовательных курсов Симбирской и Новоспадской епархии данная программа реализуется на базе медицинского колледжа Улгу сентября 2012 года 2019 года стать сестрой милосердия послушать богу и ближнему могут верующие всех возрастов именно в этом году прошел первый выпуск сестер милосердия старшего корпуса в течение учебного года сестры милосердия старшего корпуса осваивают богословские и медицинские дисциплины учатся оказывать первую помощь ухаживать за больными в это объединение может прийти любой человек и молодой и пожилой тот который полон сил и самое главное чтобы у него было желание помочь людям есть люди которые вышли на пенсию и не знают куда деть себя вот мы таких в первую очередь ждем мы найдем работу любую та которая необходима людям чтобы они помогали Сергей Николаев, Владислав Фролов в Симбирской митрополии и в Симбирской митрополии Здесь следует задать себе вопрос, о чём мы чаще всего думаем во время молитвы. Ведь это не какие-то абстрактные вещи, а то, чем мы живём. Это наша работа, это наши знакомые, это наши повседневные обязанности, которыми мы отягощены. И если это во время молитвы настолько владеет нами, то, значит, владеет и в другое время, владеет настолько, что мы забываем о Боге. Для того, чтобы справиться с таким недостатком, святые отцы рекомендуют один из способов, чтобы непосредственно во время молитвы, насколько это возможно, можно выйти из этой погружённости в те дела, которые вот так тяготят нас, понимая, что всё находится в руках Божьей и всё совершается по этой воле. Во время молитвы тогда мы сможем себе сказать, зачем я думаю об этом сейчас и зачем я об этом пекусь, если сам Господь управляет всеми моими делами. При этом не следует оставлять молитвенное правило, сокращать его из-за того, что у нас не получается сконцентрироваться на мысли, но следует в этом упражняться, не забывая о том, что во время молитвы мы отдаём или жертвуем, правильнее будет сказать, Богу самое лучшее, то есть то, что мы уже не можем себе вернуть. Это время и наши силы. И Бог воспринимает даже такое старание, как посильную жертву, и отвечает на наши просьбы, которые мы испрашиваем во время нашей молитвы. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете в электронной почте. К нам поступил вопрос. Венчание, крещение, причастие – это всё таинства церкви. Сколько их? Почему они называются таинствами? Откуда они берут свою традицию? Обязательно ли каждому христианину участвовать в каждом из них? Каково их значение для православного человека? Ну, как мы знаем из Писания, основные таинства христианства – это таинство крещения, как дверь вхождения в церковь, и таинство Евхаристии. Но нельзя исключать из нашего внимания и другие таинства, которые с первых веков христианства – это IV-VI век. Упоминание об этих таинствах есть в Древней Церкви. Что это за таинство? Это таинство миропомазания, последующее за таинством крещения, в котором преподается благодать Духа Святаго, который помогает человеку укрепляться и возрастать в вере. Это таинство брака, в котором священник испрашивает благословения для будущих супругов на совместную жизнь, на совместное рождение и воспитание детей. Это таинство исповеди, в котором человек возвращается к тому пути покаяния, которым он избрал при принятии таинства крещения. Потому что в таинстве крещения человек избирает христианский путь, а в таинстве покаяния кается в своих грехах, возвращается на этот путь христианской жизни. Таинство еле освящения, или по-другому таинство соборния, в котором для болящих испрашивается ослабление и грехов, оставление грехов, исцеление. Все эти таинства имеют под собой видимую часть. То есть это не просто ритуал, а это молитва к Богу о прощении грехов, о укреплении, о возрастании в вере, о помощи в семейной жизни. То есть все то, что касается ключевых моментов нашей земной жизни, все это сопряжено с церковными таинствами. Таинство священства, когда человек избирает путь служения Богу и в архиерейских молитвах, в молитвах епископа испрашивается благодать для ставленника, чтобы он совершал церковные таинства или помогал при совершении. Существует вот семь таинств церковных, в которых мы испрашиваем у Бога помощи, благодатной поддержки. И эта благодатная поддержка посылается под ведьмом каким-то символическим действием священник. Или это погружение в воду, или помазание святым освященным маслом, или возложение рук. Вот это и есть церковные таинства. Так исторически сложилось, что их семь. И все они относятся непосредственно к делу нашего спасения. Естественно, человеку невозможно участвовать в силу семейного положения, в силу пола принадлежности. Например, женщины не могут принять таинство священства, поэтому, естественно, они не могут участвовать в этом таинстве. Есть таинство брака, да, не каждый человек избирает путь жизни семейной. Есть еще и другой путь, путь безбрачия, поэтому тоже тут от этого таинства человек устраняется. Поэтому эти таинства как инструменты восшествия к Богу, но, естественно, человек участвует их по мере необходимости и в разных жизненных ситуациях. Субтитры подогнал «Симон» Благостный, благовещенский перезвон разносится над Энзой. Клирики Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы решили в этот день отказаться от системы электронной звонари и устроили для горожан длинный, красивый, а главное, живой перезвон всех 12 колоколов собора, который и встретил владыку Филарета. Клирики Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Клирики Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Любой Богородичный праздник для Индинского собора как престольный, ведь он был освящен в честь Рождества Царица Небесной. А спустя какое-то время Архангел Гавриил сообщил непорочной Дею Марии благою весть о том, что она избрана Богом, стать ковчегом еврения Господа в мир человека, ступенькой ко спасению. Послав Сына Своего в мир людей на великие муки, Господь проявил Свою милость и показал неисчерпаемую любовь к нам, чадам Его. Сына Своего в мир человека, В народе говорят, что молодые девушки в этот день в храме должны молиться особенно усердно. И это неспроста. Считается, что Божья Матерь в праздник Благовещения посылает благочестивым девушкам самое заветное – радость материнства. Тем более, что на протяжении всего богослужения звучат строки из Святого Евангелия от Луки о том, как Архангел Гавриил принес благую весть предчистой Деве Марии. В своей проповеди преосвященный епископ Барышский Ильзинский Филарет отметил, какое огромное значение имеет для всех нас то, что Бог решил спасти людей и послал Сына Своего на страдание, как простого человека. А праздник Благовещения – как Вторая Пасха для православных. Сына и Святого Духа, всех вас сердечных, братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником Благовещения и Святой Владычицы нашей Богородицы и Кристое и Деве Марии. Как мы с вами знаем, когда она была обручена Иосифу, то есть была еще не замуж, мы обручили ее Иосифу, и отошла она в дом своей матери, в Мазаретах. И вот послан пусть Ангел в шестой месяц в этот дом, вот Святой Девень, который сказал радость и благодать Господь с тобой благословенно ты в женах, ибо обрела милость у Бога Сыне. Мария, которая воспиталась в храме, как мы знаем ее с трех лет, отдали в храм, и она воспитывалась, и для нее видение Ангела было не впервой. Думала, что же это будет за сие целование такое, что такие за странные слова, которые я слышу. тогда Ангел уточняет и конкретно возмещает, говорит, что ты начнешь и родишь сына, и назовут его Иисус, и Он будет спасителем всего человечества. Мария говорит, как же может такое быть? Я еще и с мужем не живу. Как может быть такое? Тогда Ангел и возвращает Дух Святой Надежда и Силы Всевышнего Синийца. Ибо ты зачнешь и родишь то, что является свято и святым на рече, и воистину это было великое возвещение. И тогда Мария за все человечество сказал, «Сера Бога Господня, буди мне по глаголу Твою». Твоё истинное смирение Пресвятого Владычества нашей Богородицы спасает нас от смерти вечной, возводит нам к животу вечной. «Ибо Христос Бог явился от Бога Духом Святым и приняв только плод человечества по своему незреченному смирению от Пресвятой Владычества нашей Богородицы». Поэтому плоть от Матери Бога Дух и Душа Христа – это единосущно Богом Отцов. Почему мы исповедуем Иисус Христа Бога? Потому что Он не был причастен к Рим. Для нас верующих людей рассуждение здесь не полезно. Нужно принять вверх, что Бог воплотился в Иисусе и стал истинно Бога человеком, чтобы нас спасти от личной смерти. Поэтому вот это правильное благовещение есть начало нашего спасения вложил Бог всем нам. Поэтому сегодня с вами воспринимаем это великое и страшное событие, когда Бог решил во человечестве обрести плоть подобную сотворенную им. Потому что Бог нас сотворил и Он решил прийти к Своему творению и воззвать Его туда, где всегда было то есть наше Отечество а наше Отечество у Бога. А с Богом мы жили и у Бога жить будем. И с Христой верой и уповая и заплатив его. Спаси Христос всех с праздником. господа с праздником и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok